Свободные две полосы движения на дороге, люди, идущие по тротуарам, пока о каком-либо перекрытии Горбатого моста ничего не говорит. Разве что знаки, завернутые в полиэтиленовые пакеты, которых еще пару дней назад здесь не было. Но именно по ним в ближайшие два месяца необходимо будет ориентироваться водителям транспортных средств и пешеходам. Мы в субботу начали вешать знаки, чтобы все проезжающие готовились к перекрытию, а сегодня произойдет, уже ночью будем прикрывать весь мост. Соответственно, движение останется только посередине моста, а регулироваться будет светофорами. Так называемое ревертивное движение, когда по сигналу светофора поток машин идет сначала в одну сторону, а затем в другую будет осуществляться на мосту круглосуточно. Кроме моментов полного перекрытия путепровода на 4 часа в день. На данный момент известно о четырех технологических окнах с 8 по 11 ноября. Подобные правила распространяются также и на пешеходов. На момент ремонта людям запретят ходить лишь по тротуару с одной стороны, а с другой путь будет открыт. Правда, эти перекрытия заметит лишь малая часть пешеходов. Большинство и сейчас передвигается не по мосту, а под ним. Несмотря на опасность оказаться под колесами сапсанов. Кстати, правильным пешеходам все же придется спуститься под мост в те самые технологические часы. В эти моменты на рельсы положат временный настил, а регулировщик поможет перейти пути. Придется идти заранее, выбирать правильный маршрут. И я считаю, что это даже в каком-то плане полезно. Люди, понимающие, относятся к временным неудобствам. Оно и понятно. Горбатый мост давно уже нуждался в реконструкции. Своему хозяину, компании РЖД, он был только обузой. Неровен час и путепровод бы стал разрушаться. Текущие ремонтные работы должны помешать этому процессу. Мы начнем уже срезать перельные ограждения и будем уже поднимать плиты пешеходные. Далее мы меняем две крайних балки, ставим новые перельные барьерные ограждения и пускаем движение. Когда будет запущено движение, а это произойдет не раньше 25-28 декабря, сотни автомобилистов смогут вздохнуть свободно. Ведь ремонт Горбатого моста совпал с глобальной реконструкцией сразу нескольких участков трассы М-10 вблизи Твери. Сейчас водителям приходится терпеть пробки на окружной дороге, а скоро к ним добавятся и автомобилисты, держащие свой путь через Горбатку. Тверитяне с содроганием вспоминают транспортные коллапсы, которые образовывались в связи с покраской старого моста и капитального ремонта Восточного. Однако большинство понимает, что иначе обновленный путепровод не получишь.